Лариса Семисько Если вырубают елки, то это 100% браконьерство, 100% издевательство над деревьями И говорят, что мы не будем брать живую елку, мы не браконьеры и не издеватели Я как лесник и как немножко связанная с природой, с экологией Хочу сказать, что живая елка намного экологически чище, чем искусственная Потому что на изготовлении искусственной елки Необходимо расходовать газ, нефть, то есть те средства, невозобновляемые ресурсы Дерево – это ресурс возобновляемый, его можно посадить и он вырастет Плюс при производстве искусственных елок загрязняется окружающая среда Итилизация этих елок тоже весьма проблематична, они не разлагаются столетиями И натуральная елка, она экологически чистая В процессе ее роста она вырабатывает кислород Если кто-то боится, что вырубаются наши леса, это неправда На самом деле сейчас уже давно распространено выращивание новогодних елок На так называемых новогодних плантациях Для этого закладываются специальные плантации, где елочки садятся достаточно далеко друг от друга Для того, чтобы они были пушистые, росли на воле Плантации закладываются регулярно Каждый год садится какая-то определенная часть территории, засаживается А потом она со временем, через 5-10 лет, когда елочка подрастает, вырубывается И на этом же месте садится опять елочка То есть получается круговорот елок в природе Да, круговорот елок в природе Хотелось бы еще узнать о том, высаживаются специально елочки Потом их срубывают, продают Насколько это полезно именно для лесного хозяйства? Ну это будем так говорить, все-таки какая-то статья дохода для лесного хозяйства Потому что основное средство расходов Это охрана у нас и защита наших насаждений А вот это как раз возможно зарплату рабочим выбрать Это все-таки какой-то дополнительный доход То есть покупая живую елочку, мы поддерживаем отечественного производителя И тем самым помогаем действительно лесам Да, лесам, потому что эти средства, вырученные от продажи елок Потом идут на создание новых лесов Но есть такие так званые действительно браконьеры Которые вырубают елки в нелегальных насаждениях Там, где действительно леса не приспособлены для срубки новогодней Как с этим бороться и как отличить легальная елочка или нет? Бороться с браконьерами, если честно, очень тяжело Потому что возле каждого дерева не поставишь охрану На лесников, но мастеров леса не так уж много сейчас Нам помогает экология в этот период предновогодний Нам помогает полиция национальная У нас голова администрации выдал распоряжение Об охране елок, которым регламентируются все эти продажи Вот эта вся охрана У нас есть спильный план с национальной полицией, с экологией Мы, конечно, усиляем свои патрули И мы, и полиция Ну, к сожалению, еще есть случаи, когда вырубывают эти елки Когда, если бы не вырубывались одна-две елочки Человек пошел, срубил и понес деткам елочку В основном сейчас наши браконьеры, они на машинах Они с бензопилами, они вырубывают елок 20-30 Вот недавно даже было 50 елок матвейки срубили И человек совсем не бедствующий А вот случаи, когда человек действительно деткам елочку где-то в сельской медности срубил Такие бывают случаи? Ну, конечно, бывают Разные случаи бывают Но обычно, когда человек срубывает елочку Он хочет сразу срубить вторую, третью, четвертую Знаете, так оно безнаказанность подражает за дозволенность Сейчас есть хороший знак отличия Это маркировка елок И человек, видя эту маркировку, может понять Действительно легально было срублено дерево или нет Как распознать эту маркировку? И я знаю, что не всегда даже на легальных деревьях есть она Ну, сейчас маркировка в этом году, по крайней мере, это такой небольшой этикетка Ярлычок Да, ярлычок, этикетка, которая должна наклеиваться вокруг стволика или вокруг веточки Если ее срываешь, она уже повреждается, ее нельзя восстановить Да, конечно, на теми медицинскими предприятиями, которые продают елки Они обязаны маркировать все 100% елок, которые отпускают Но, к сожалению, некоторые предприятия ленятся Потому что большие партии, бывают и 200, и 300, и 500 штуки более Поэтому они просто дают продавцам эти ярлычки Ну и продавцы потом... При желании покупателя, если потребовать, они обязаны всем маркировать эти елочки Потому что бывают такие случаи, когда этикеточка остается продавца, елочку продают без этикетки Потом он просто черный браконьер покупает новую елочку подешевке, нанесет этот ярлычок, и она уже становится вроде как законно срок То есть сознательный покупатель должен действительно не из собственной вредности для того, чтобы обеспечить сельское хозяйство, лесное хозяйство потребовать ярлычок? Да, потребовать, перецепить этот ярлычок именно к елочке Какие деревья Николаевские у нас сейчас продаются, а какие у нас завозные? Ну, в Николаевской области растет только сосна Это сосна крымская и сосна обыкновенная Ну, сосна крымская красивее просто на новогоднюю елочку, она более пушистая, у нее большие длинные иголочки Все остальные деревья, есть пихта, есть ель Они, к сожалению, в нашей зоне не растут, почему? Потому что у нас очень сухо, а им надо много воды Ну, они приезжают к нам с Волыни, с Карпат, с Львовской области, с Иваново-Ротковской Там ситуация такая же, смотрим на ярлычок, если он есть, значит легально Хотелось бы еще узнать, как отличить качественную елочку от некачественной Чтобы она действительно порадовала глаз, чтобы была полезной И простояла долго, до Нового года, а может даже и дольше Ну, в первую очередь, на внешний вид елки Елка, ну, сосна, допустим, да, вот я говорю, там сосна-елка отличается немножко Сосна не должна иметь хвой, там темных пятен, рыжих, бурых каких-нибудь Если стукнешь любой, елкой, сосной, комлем, это столиком, а пол, ну, не сильно, конечно Иголки не должны с нее сыпаться Если начинает с нее сыпаться иголка, это говорит о том, что елочка была заготовлена слишком рано И уже высохла Если на сосне выступает самола на стре зепня, значит, комля Значит, эта елка, сосна, заготовлена вот недавно, она свежая, и она будет долго стоять Значит, потом желательно потереть хвоинки в руках На них должен быть немножко восковой налет и такая маслянистость И они должны издавать резкий запах хвои Если этого запаха нет, или хвоинки легко ломаются, значит, они старые Елка заготовлена давно, и она просто стоять не будет в доме, сразу усыпется Хотелось бы еще узнать о полезных свойствах елочки Я знаю, что хвойный запах, он, во-первых, очень полезен, как профилактика от гриппа Да, хвойное насаждение выделяет фитонциды Они выделяют больше всего фитонцидов Это очень полезные вещества, которые обладают, говорится, чистой энергией Энергетикой, которая дает людям силы и бодрость Поэтому у нас так всегда под Новый год появляются силы, когда елка стоит в доме Конечно, ходят разные слухи Тут до меня доходили даже, что привозят елки, сосные елки прямо с клещами Это неправда, потому что это невозможно Они практически не водятся в хвойных лесах, это раз А во-вторых, они зимуют совсем не в деревьях То есть это миф, что вместе с елочкой можно занести какого-то паразита Хотелось бы еще узнать, вот елочка сама по себе живая, она очень полезная Но у некоторых людей есть страх перед тем, что елка может быть привезена с какой-то загрязненной территории Как узнать, откуда елка была срублена? Ну, это, будем так говорить Во-первых, на этих чипах, на этикетках Можно пробить их через поисковую базу Фореста, Лиация И там забиваешь номер, и там есть какой лесхоз, это раз То есть у каждой елочки есть этот елочек, он как паспорт Можно узнать прописку Да, как в каком лесхозе он есть, это раз Во-вторых, все продавцы, которые приезжают к нам с других областей, у них обязательно есть этот паспорт Спецедрительство о радиационной безопасности То есть можно требовать, можно требовать просто документы Можно просто подойти, вот сказать, положите ваши документы на елке Они должны предоставить товаротранспортную накладную, где написано, с колесхоза она заготовлена Там и область, и район, и все Спасибо вам большое Я думаю, что теперь николаевцы точно будут знать, что можно покупать живую елочку Это полезно не только для самого покупателя, но и помогает лесному хозяйству нашего города и нашей области Хотелось бы еще пару слов обращения от вас, возможно, кого-то поздравление с наступающими новогодними праздниками И еще пару советов по выбору елочки Я хочу поздравить всего лесного хозяйства области, всех жителей с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством Хочу сказать, чтобы они не боялись ставить натуральные елочки, живые Потому что это не вредит лесному хозяйству ни в коем образом И, конечно, чтобы они помогали нам немножко бороться с браконьерами Сигнализировали о случаях порубок, сигнализировали о случаях, есть ли какая-то незаконная продажа Потому что, когда выходит человек и продает одну-две елочки, то понятно, что он их где-то взял не совсем в том месте Ну, вызывайте нас, звоните нам в лесного хозяйства 46-024-26 или в полицию на 102 Они только сейчас выезжают и так же самое все это Спасибо вам большое Нагадаю нашим телеглядачам, что сегодня до студии Нового дня завитала Лариса Семисько Головный специалист в отделе лесового господарства Миколаевского областного управления лесового и мисловского господарства Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова